Энтеровирус атакует. Кишечных инфекций больше. На прошлой неделе зафиксировали 106 случаев. Это на 7 больше, чем недели ранее. В СЭС рассказали, чаще болеют в Террасполе, Слободзейском, Дубосарском и Каменском районах. Энтеровирусом сейчас болеют чаще всего, говорят в санэпидемстанции. Причин несколько. Немытые овощи и фрукты, грязные руки, несвежие продукты. И купание в Днестре – это тоже комфортная среда для кишечных инфекций. Среди заболевших больше взрослых. Эпидемиологическая ситуация у нас оценивается как неблагополучная. За 31 неделю, которая у нас была с 29 июля по 4 августа, зарегистрировано 106 случаев заболевания кишечными инфекциями. Удельный вес детей от общего количества заболевших составил 42%. Обычно у нас в пределах 50 и выше, а сейчас немножко дети на спад пошли. Эпидемиологи каждую неделю берут пробы из Днестра, проверяют и другие водоемы. На прошлой неделе из 22 проб 14 показали, что в воде есть холероподобный вибрион. У нас по всем районам регистрируется холероподобный вибрион, но в Каменском районе у нас пока на прошлой неделе отрицательная была проба. Мы отбирали анализы, пробы воды. Из 12 проб у нас 8 положительные. Это в Дубосарском, Рыбницком районе и Слободейском районе. Они нам говорят о фекальном загрязнении воды. Купаетесь в реке летом? Нет. Чему? Потому что она грязная. Просто не купаюсь. Розительные не разрешают. Опасная и очень грязная вода. Специалисты купаться в реке не рекомендуют, но на самом деле мало кто откажется от того, чтобы окунуться в жару. Если вы делаете это, соблюдайте просто несколько правил. Речную воду не глотаем, овощи и фрукты в ней не моем, а когда пришли с пляжа домой, обязательно принимаем душ.